Домашний матч с Витязем А в ударном звене вместе с Бодровым и Лисиным появился Лазарев У Витязя в заявке значился Артем Чернов, который по-своему уникальный хоккеист В этом сезоне он выходил на лед Уфа-ареной в составе трех разных команд Сначала он выступал за Юлаевцев, потом приезжал сюда вместе с Нефтехимиком, а теперь вот и с Витязем Но даже наличие в составе Чернова не уберегло гостей от изощренной пытки атака Юлаевцев в дебютном периоде встречи Подопечные Игоря Захаркина шикарно смотрелись как в позиционном нападении, так и в быстрых атаках Одна из которых и принесла им радость в самой концовке периода Лазарев катит на Логинова и защитник хозяев хлестким броском открывает счет 1-0 Начали робко откровенную, в общем-то, они были не похожи на себя, но выручил вратарь В перерыве матча болельщики, как всегда, могли насладиться развлечениями на самый взыскательный вкус То, безусловно, наибольший интерес у зрителей вызвало зона, где расположился первый Уфе-клуб в виртуальной реальности Еще жарче во время паузы было на льду Уфа-арены Пока хоккеисты отдыхали, площадку оккупировали болельщики, которые под бдительным присмотром ведущего Участвовали в конкурсе «Забей гол вратарю Агидели» С этой задачей никто не справился, но было весело Не менее интересно было и во втором периоде матча Юлаевцев с Витязем Хозяева все так же разносторонне атаковали, а подмосковные хоккеисты лишь изредка выбирались на вылазки в зону Салавата Казалось, что гол в воротах гостей назревает, но забить так и не удалось Ну, игру там где-то, может, вратарь хорошо сыграл, где-то мы не так бросили Но, в принципе, может быть и невезение Должны были забивать уже три гола в первом периоде, но не повезло Заключительный период матча получился уже более равным В действиях хозяев осмысленные атаки прослеживались все реже А хоккеисты Витязя стали выжидать своего шанса Самое обидное, что уфимцы эти шансы гостям подарили Трижды предоставил сопернику возможность на розыгрыш лишнего При первом большинстве подольской команды юлаевцы сдержались А вот в двух следующих попытках позволили Витязю забить Времени на то, чтобы отыграться попросту, уже не хватило Поэтому после игры наставник Салавата не жалел критических стрел в адрес своих подопечных Я считаю, что вот такая пощечная, а я иначе никак не могу назвать Я поздравляю соперника, который терпеливо дождался своего момента и забил гол Потому что это очень хороший показатель справедливости игры в хоккей В таких матчах всегда на себя роль берут лидеры команды А у нас-то их оказывается и нет Юлаевцам нужно поскорее забыть это поражение Уже в пятницу матч с московским «Динамо» в день 55-летия клуба И победа в день юбилейной даты станет отличным подарком всем тем, у кого зеленое сердце Эдуард Хизбульный, Константин Данилов, Хоккейный клуб «Салават Юлаев»